Привет всем, привет всем! Сегодня с вами Доктор. И сегодня мы будем лечить... Да не, не, подводить итоги будем, ребята, по двум основным нашим хайпам, которые проходили прямо один за одним. Это подставные бои и накачка рейтинга. И второе у нас, соответственно, это кидалово игроков плюс взломы аккаунтов. Итак, начнем мы, наверное, с самого интересного. Заставки, заставки, заставки! Ну что ж, давайте самого веселого у нас. Это, как вы помните, скандал, который у нас проходил по поводу того, что персонаж Леди Слай было все продано, выставлены интимные фотографии, было очень много пруфов всяких разных, было много очень опросов и так далее по этому поводу. В общем, я получил много сообщений, ребята, в ВКонтакте по поводу того, как продвигается вообще вот это все. Поймите, тут такая... Я не могу разглашать аккаунты, которые мне давали информацию, ребят. Поэтому, не знаю, верите, можете верить мне только на слово. Потому что я обещал этим людям, что я, ну, как бы не выдам их личности. Итак, в общем, на, получается, Павла у нас заведено уголовное дело. Уголовное дело по поводу мошенничества, соответственно. Заведено несколько их, несколько свидетелей. В общем, парень просто так, короче, не отделается. Бан аккаунта ему выдала администрация до 24 декабря. То есть, человек выйдет, будет снова играть. Все-таки один из легендарных персонажей. Но вы уже, если можете посмотреть в такую у нас интересную вещь. То есть, группа, ребята, у него так находится в анабиозе. То есть, давайте перейдем. Вот, группа находится в анабиозе. Сам персонаж у нас, как вы понимаете, не играется, да? В группе никого нету. Все, это все закончено. То есть, человека 8 дней нету. То есть, соответственно, его еще не будет. Ну, то есть, до 24-го. То есть, как его забанили, то есть, соответственно, так он и продолжает находиться в этом бане. Соответственно, Леди Слай находится также в бане из-за передачи аккаунта. Ну, их восстановят, конечно. Ну, то есть, что одного, что второго. Но уже, ребята, будет не то. Это уже, как знаете, это вроде как бы и играть вроде надо. И ты уже в таких косяках и уже думаешь, как бы, ну, его нафиг, короче, типа. Ну, там, а там мы будем посмотреть, как у нас говорят. Так что, ну, дальше больше. Так, послая у нас, ребята, все. По двум нашим любимым персонажам. Это, получается, Перачика и Сергей Бес. Два персонажа, два брата, насколько я понял, по рассуждению, по всяким данным, конечно. Но мне больше понравилось, что они два геи, живущие рядом, там, и все. Я, короче, поржал, я реально поржал. Молодец, Русик, классный опрос. Я прям честно смеялся. Идея прям родилась на этом. Плюс мемы всякие разные, которые там были. Ну, ладно. Это все отдельная лирика. Спасибо, ребята, всем, кто смеялся, все, кто ржал. Оказывается, в техподдержку, по поводу этих сливных боев, соответственно, и перекачки кредитов с одного аккаунта, ну, с одного аккаунта на другой, была не одна такая заявка. Люди, по поводу таких же возмущений, ребят, это донаты, это действительно донаты, такие же, имею в виду, получается, как Перачика. Они написали мне, типа, ты поднимал же эту тему, ну, то есть, она же хайповая была. Пожалуйста, ну, то есть, посмотри. И я, ребят, я читал доказательства. Доказательства также у меня в ВК все. Соответственно, все данные о том переписке, какая происходила у нас с техподдержкой. Ну, я предполагаю, что техподдержка, ребят, их покрывает. Потому что я написал, короче, получается, на основные почты, почтовые адреса, это Destiny у нас, написал текст о том, так и так, то есть, соответственно, то, что я отправил техподдержку. Все. Дальше. Я нашел в справочниках, ребят, я нашел в справочниках телефоны. Телефоны компаний, получается, Destiny пытался дозвониться. Даже до секретаря элементарного дозвониться я не могу. Просто тупо система ожидания, она висит, висит, висит. То есть, я... Короче, очень много денег тратится с Краснодара звонить в Москву, ребята. Так что я завязал с этим. Это того не стоит. Если покрывательство идет на высоком уровне, то есть, эффекта нет. Потому что по почте элементарная отписка ваша, заявка рассмотрена, передана в техподдержку. В техподдержку. А техподдержка, давайте, ребят, посмотрим. Заявочка номер 492543. Вопрос, то есть, я задал 18 числа, то есть, и все, пошло, пошло. Если интересно, ставьте, ребят, на паузу и смотрите. Тут такая интересная вещь. Сначала выходит специалист поддержки Айдар. Потом выходит специалист поддержки Василий. Когда выходят новые доказательства и новые пруфы, что мне присылают ребята на ВК. То есть, подключаются, соответственно, и идет, ну, то есть, разговор дальше уже с Александром. То есть, это уже третий специалист, кто пытается решить эту проблему. Поэтому, соответственно, дальше больше. То есть, я продолжаю писать. То есть, мы разговариваем. Приглашаю, соответственно, новые скриншоты о том, что и были такие же заявки. Все, что вы, ребята, производите просто отписку. То есть, этим людям ничего было не сделано. Дальше Александр, то есть, вопрос ставит также о том, что мы не имеем права. То есть, у всех правил одинаковые и так далее. То есть, никакого значения. И заканчивает. Василий, в общем, эту переписку, ребят, я закончил. Насколько я понял, эти люди, они являются, то есть, знакомыми или друзьями, ребят. Или это действительно такие большие донаты. В общем, что произошло. Им скрутили рейтинг. Просто скрутили рейтинг по грабежу. По определенным, ну, этим. То есть, сколько они награбили там за месяц. Или сколько просто эти цифры вышли из их всех аккаунтов. И все. Никакого бана, ни скручивания, соответственно, этого ничего не было. Плюс, очень интересная вещь. То есть, я не могу сравнить статы, ребята. Помните, да, что если у вас грабеж идет, вам идет большой бонус по грабежу. То есть, соответственно, вы 300 миллионов, если у человека находится, вы грабите его, а у вас плюс 150%. То есть, соответственно, вы сверху к этим 300 миллион добавляете еще сверху 15. То есть, и на эти 15 вы можете спокойно качать себе характеристики. Ну, то есть, было ли здесь пофиксено или нет, я не скажу. Потому что такая информация, соответственно, остается. Но я считаю, что донаты у нас в игре, как бы, ну, очень несправедливые. То есть, поэтому и введена была вот та же башня смерти, где, типа, вы можете все производить с нуля. Какой с нуля, когда вы там звезды дали людям тратить? Звезды тратить. То есть, ты потратишь там полторы тысячи звезд, ребята, тебя никто там не зафигачит. Никто тебя не убьет. Ты как пошел по этой башне, так по ней и пройдешься. Ладно, ребята. В общем, по хайпу дело закрыто у нас, что по одному, что по второму. Спасибо, ребята, за информацию, кто мне давал эту информацию. Спасибо тем, кто продолжал, то есть, верить в справедливость. Справедливость должна всегда вас торжествовать, но, к сожалению, видимо, не в нашей игре. Ладно, с вами был Доктор. Спасибо всем за прием. Счастливо. До новых встреч. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok